Всем привет! Я Андрей Багатарев, эксперт в ЛВС HR. Я вас всех приветствую в своем блоге, где я рассказываю о том, как найти работу, как построить карьеру и делюсь с вами жизненными ситуациями, через которые я прошел. Я, моя семья и мои близкие друзья. Те, кто мне подписан, а если вы не подписаны, то обязательно сделайте, лично не будет. Ну, что там, подписались там и все замечательно. Так вот, те, кто на меня подписан, знают, что я увлекаюсь созданием экосреды «Умный дом» у себя в квартире. И мне это очень интересно, увлекательно. И я делюсь с своими подписчиками этой темы и рассказываю, с какими трудностями я столкнулся, и вообще, как это все работает, коммуницирует. И это, что очень важно, коммуницирует именно в рамках Алисы. То есть, я не покупаю те устройства, которые Алиса не видит и не понимает. Мне хочется, чтобы это все работало через один определенный узел, в частности, Алиса. Так вот, я ранее публиковал видео, где я рассказывал о том, как работают «Умные датчики» Xiaomi, температурой и влажности в рамках «Умного дома» вместе с хабом, который подключен к русскому региону. Очень важно. Ну и там еще у меня другие устройства подключены к русскому региону, тоже ксиомовские, но не суть. В этом видео я продолжаю тему «Умных датчиков» и рассказываю вам про тот датчик, который распознает дым в квартире. Пожар, дым и так далее. Так вот, этот датчик от Xiaomi, сегодня про него я вам хочу рассказать, показать, как он работает, как он коммуницирует с Алисой, и как его, очень важно, настроить в русском регионе. Потому что я видел очень много сообщений, информации, какие-то там видео люди выкладывают, что есть какие-то сложности с настройкой его в рамках именно хаба, который подключен к русскому региону. Так вот, в этом видео я вам покажу, как можно его настроить без проблем к русскому региону и как он работает с Алисой. Ну что, готовы разбираться? Погнали! Друзья, перед тем, как начать рассказ про этот датчик, я хотел бы сказать, что в конце видео я расскажу про датчик Xiaomi. Вот этот, который работает через Bluetooth, произошли небольшие изменения в рамках работы с Алисой. И расскажу про изменения, которые произошли в рамках работы Home Connect, приложение, которое работает с техникой Siemens, Bosch и так далее. Потому что, если те, кто мне подписан, опять же знают, что у меня были проблемы с коммуникацией Алиса и посудомоечной машины. Но это все в конце, а сейчас давайте про этот датчик поговорим с вами. В общем, вот такой вот датчик работает через протокол связи Zigbee, поэтому Wi-Fi не нужен, нужен ему какой-то шлюз, который работает на этом же Zigbee протоколе. У меня, в частности, есть шлюз от Xiaomi, и он работает в русском регионе. Опять же, те, кто мне подписан, знают, что я, да, уже видео выкладывал про умные датчики температуры и влажности. Ну, в частности, вот этот датчик тоже рассказывал, как все это работает, поэтому мы не смотрели видео, обязательно посмотрите. Так вот, вот теперь вот такой вот датчик. Он приходит в такой вот коробочке, небольшой датчик. Значит, в коробке у нас есть инструкции, все на китайском, ребят, китайском языке, да, учите китайский. В общем, есть вот такие вот крепления, которые сюда вы запихиваете, и крепите, приклеивается этот датчик намертво. Но, если вы сомневаетесь, что все будет хорошо работать, то даже есть, ребята, вот такие вот гвоздики. В общем, все замечательно. Ну, и там же лежит батарейка. Отдельно хотел бы отметить такой нюанс. Значит, когда я подключал... Нет, перни, как... Вот эту коробку, там сперва батарейку засунем туда, а потом эту коробку сверху надеть и вот так закрутить. В общем, в инструкции написано вот так. Друзья, я не знаю, может быть, умом не блещу, но, в общем, я пытался закрутить, пытался... В общем, в пазы никак не входило. Ну, никак не хотело входить в пазы. В общем, в итоге догадался я. Небольшой отверточкой вот сюда, вот сюда вы засовываете отверточку маленькую такую и как бы проталкиваете. Сперва одно крепление, потом второе крепление, потом третье крепление. И, в общем, он в итоге встает в пазы и закрывается. Слава богу, я это допер. Нигде этого не видел, я нигде эти видео. Везде пишут. Ну, вот вы берете, закручиваете. Но он не закручивается. Я думал, что уже какой-то бракованный, но нет, все действительно закрутилось, все нормально. Но только именно засовываясь сюда и поочередно проталкиваю. Потом имейте в виду, если там будете подключать. Дальше, про подключение в российском регионе. Соответственно, еще раз повторюсь, у меня есть хаб, который работает в российском регионе. В приложении этого датчика в российском регионе нет. Нет его. Есть QR-код, который можно посканировать в приложении. Не хом. Но, опять же, ничего не распознают. Поэтому вот этот QR-код, он бесполезен. И возникает вопрос. А как же можно подключить этот датчик в российском регионе? Отвечаю. Давайте теперь смотреть. Я вам сейчас все наглядно покажу, как его можно подключить. Заходим в наше приложение. Нажимаем на шлюз наш хаб. Находим дочернее устройство. Заходим. Добавить. Нажимаем дочернее устройство. На плюсик нажимаем. И видим беспроводной переключатель Mi Home. Нажимаем на него. И у нас есть 60 секунд на то, чтобы наш шлюз распознал наше устройство. Три раза нажимаем на наше устройство. И все, вуаля. Датчик дыма добавляется. Появляется. Он даже сам сразу распознается как датчик дыма. Никаких проблем нет. Все замечательно работает. Итак, заходим в наше приложение. Алиса. Выбираем гостиную. Потому что там у меня стоит датчик дыма. Видим, вот он, датчик дыма. И, соответственно, открываем его. Нажимаем на него. И видим, что заряд 100%. И концентрация дыма. И мы здесь видим с вами даже историю. То есть, по часам, по дням, по неделям, по месяцу можно смотреть. И вот здесь видите, да. Ну, я уже эксперимент провел. То, что вас ждет сейчас видео впереди. Но мы с вами видим, что были изменения определенные в концентрации дыма по истории в этом датчике. Круто. Друзья, ну, как вы видите, все работает. Все, датчик подключился. Его там видит и Алиса. Его видит и Mi Home. В общем, все замечательно. Я настроил, да, пожарную тревогу. Я все сделал для того, чтобы этот датчик работал, да. Но мы его, типа, не видим. И там неизвестно, да, сработает он или не сработает. Но и вообще интересно посмотреть, что будет, как будет, когда будет реальная ситуация пожара какого-то. Правильно? Так вот, давайте теперь смотреть. Потому что я пожарную тревогу настроил. Все вроде должно функционировать. А что и как это будет функционировать? Давайте смотреть. Друзья, итак, я сейчас провожу эксперимент впервые. Не знаю, что произойдет, как-то, что должно сработать. Но, надеюсь, в первый раз у нас все получится, все пройдет успешно. Зажигалка есть, вода есть, бумага есть, датчик дыма есть, Алиса есть. Какой статус у датчика дыма? Датчик дыма сейчас в сети. Уровень заряда 100%. Концентрация дыма 0%. Отлично. Ну что, давайте. Друзья, в итоге с первого раза не получилось показать вам, как все это работает, потому что на телефон начал звонить мой хаб, который стоит в квартире. И, соответственно, видео прерывается, не записывается, надо реагировать, отключать этот хаб. Поджигаем. Я сейчас отключил интернет, соответственно, у телефона. Так, смотрите. Ждем. Он не сразу реагирует. Ждем, ждем. Вот, начал. Видите, увеличивается. И если слышите, как он сильно орет, прям просто орет. И вот, идем сюда. И этот хаб, он как раз сейчас пищит тоже. Звук, конечно, очень сильный, ребят, очень сильный звук. Очень. Все, отключаю его, нажал на эту кнопку, отношу подальше. И, соответственно, бегу этот хаб отключать. А если бы я не отключил бы интернет, то, соответственно, у меня был бы звонок на телефоне. Вот такая вот ситуация, ребята. Друзья, ну вот такой вот у нас эксперимент получился. Я очень доволен. На самом деле, круто. Китайские приложения. Тебе звонит, получается, на телефон, который находится в России. Все замечательно. Оповещение полное. В квартире, получается, у тебя и этот датчик пищит, и хаб пищит. И еще на телефон приходит сообщение. Да, даже телефон звонит, получается, тебе. Ты сидишь, и он тебе звонит на телефон, что не позволяет, соответственно, снимать видео. Это круто. Ребята, это круто. Я считаю, что... Ну, браво, браво. Так. Ну, теперь давайте, наверное, проговорим по поводу датчика Xiaomi, который работает через Bluetooth. Главная новость. Алиса его теперь видит. Можно его лицезреть, можно его увидеть. Датчик работает. Друзья, ну, соответственно, теперь у меня в детской два датчика. Вот нажимая на первый датчик температуры и влажности, он там есть, и вот датчик температуры детской. Разница основная, это в том, что есть заряд батареи. У одного датчика нет, у второго датчика есть. И не обязательно иметь дорогие датчики, которые вот эти через ZigBee работают. Потому что датчик через ZigBee, по-моему, там 1100 стоит, где-то в районе вот такой суммы. И этот датчик, он там рублей 300, наверное, стоит. Может даже дешевле. Поэтому, если хотите сэкономить, то, ребята, можно теперь покупать вот эти датчики. Они работают через Bluetooth. Но, опять же, нужен хаб. Понимаете, я не уверен, что Алиса, у нее там есть Bluetooth какой-то там. В общем, нужен хаб, чтобы Bluetooth работал и датчик обменивался там. И у вас будет, в общем, информация с этим датчиком. Так, и про обязательно Home Connect, надо сказать. В итоге я выключил из розетки прям посудомоечную машину, ее включил и все заработало. Включи посудомоечную машину. Ну, вот так, видите, она ее включила. Выключи посудомоечную машину. Видите, все нормально, все хорошо работает. В общем, слава богу. Вот так просто, да. Поэтому, наверное, надо произнести какие-то изневенения Home Connect, который хотел уйти, в итоге не ушел, вернулся. И в итоге, для того, чтобы заработал, мне надо было выключить из розетки саму посудомоечную машину, чтобы она полностью, да, как бы перезагрузилась. В общем, если кого-то там обидел и скорбил, там, извините, Home Connect. Но не надо было уходить тоже, знаете, про вас бы ничего не говорил. В итоге, ребята, короче, из розетки можно вынуть, включить, если у кого-то есть такие же похожие проблемы, как у меня, и все у вас будет работать. Вот так. Друзья, на сегодня это все. Всем спасибо, всем удачи. Подписывайтесь обязательно на мой блог, если видео было полезным, но обязательно новый лайк даст вас, как всегда. И до новых встреч. Пока-пока.